МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медики посчитали, что сотрясения мозга бывают куда реже, чем переломы рук или ног. Так что если не рисковать головой, то травмировать ее маловероятно. Сотрясение мозга. Чем опасно и как лечить? Узнаем у невролога Александра Матвеева. Александр Матвеев. Невролог, мануальный терапевт. Стаж работы по специальности 10 лет. Александр Васильевич, наткнулась на мнение, что сотрясение мозга явление сезонное. Справедливо ли такое утверждение? Безусловно. Это можно связать с сезонностью какой-то, потому что человеку свойственно на скользкой поверхности подскальзываться. И учащение обращений в стационар имеет место быть. Не только с черепно-мозговыми травмами, но и с травмами других каких-то органов и конечностей. Возможно ли на глаз определить сотрясение головного мозга? Сотрясение мозга зачастую, если это во взрослом возрасте, оно сопровождается потерей сознания, кратковременной потерей сознания. То есть где-то около пяти минут. Вот если есть потеря сознания более пяти минут, тут надо уже исключать и ушибы головного мозга, и кровоизлияние субрахноидальное и так далее. Вот. А на глаз еще как можно отличить? То есть неустойчивость в походке, тажината, рвота. То есть клинические симптомы, на что будет жаловаться человек непосредственно? То есть он... Можно увидеть, что он не так стоит, то есть ему надо опереться на что-либо, чтобы придать себе устойчивую позицию. То есть, ну вот так. Какие используются методы диагностики, то есть помимо клинических? То есть зачастую при томограмме никаких изменений найти нельзя. То есть рентгеновский снимок, томограммы, будут чистые, как у здорового нормального человека. То есть изменение при сотрясении происходит на клеточном уровне. То есть это перераспределение белков, грубо говоря, на клетки. Существует, ну, несколько теорий вообще возникновения сотрясения. То есть и микроразрывы между клеточными структурами нервных клеток, да, и перераспределение ликвара, то есть мозговой жидкости в межклеточное пространство. То есть увеличение внутричерепной гипертензии, ну, кратковременной, то есть происходит. Ну, вот так вот. То есть теорий много. Вот. На самом деле, то есть, вот, как это есть на самом деле, никто не знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова